Библейский портал экзегет.ру представляет Ну, мне кажется, лишнее нет На самом деле нет Почему? Потому что 10 заповедей Мы говорили об этом на пятой главе Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй А подробности? А что делать, если убил, если своровал? А как, собственно говоря, остальную жизнь регламентировать? Если я не убиваю, не ворую, не прелюбодействую То уже и хорошо, но куча других проблем возникает То есть, смотрите, заповеди — это принципы Заповеди — это вот, как бы сказать С одной стороны, это такое вот минимальное плато, на котором нужно находиться Вот ниже ты падаешь в бездну, все, ты разбиваешься Но это не дом, в котором можно жить Это вот такая площадка безопасности А с другой стороны, заповеди — это ориентир, к которому нужно идти по дороге размышлять А как этого достичь, как не убивать? Нужно ли быть вегетарианцем, например? Многие люди так и понимают, заповедь не убивай В Библии нет запрета на убийство животных абсолютно, да? Но они толкуют расширительно, они говорят, лишать жизни живое существо — это все-таки какое-то нарушение Отчасти заповеди не убивать А, собственно, и Христос в Нагорной проповеди говорит, что сказать своему брату «безумный» — это уже преступление, да? Потому что тем самым ты как бы убиваешь его как равноценную тебе личность Ты его пальцем не тронул, да? Он каким был, таким и ушел, может быть, только понервничал Получил сердечный приступ из-за того, как ты с ним говоришь Но ты его вычеркнул из своей жизни, ты его фактически убил Вот тоже вам иносказательное непрямое толкование Поэтому, чтобы не было вот этих бесконечных споров о том, как, вообще-то говоря, все это исполнять Вот шестая, седьмая, вплоть до последних глав книги Второзакония подробно Вот повеления, предписания и закона, которым Господь, ваш Бог, велел научить вас Вы должны исполнять их в той стране, в которой уйдете и которой овладеете И будете вы во все дни жизни вашей бояться и чтить Господа, вашего Бога И соблюдать все его предписания и повеления, которые я вам возвещаю И так же будут поступать ваши дети и внуки, и тогда вы будете жить долго Слушай же, Израиль, строго соблюдайте и исполняйте все это Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле, текущей молоком и медом Как обещал вам Господь, Бог отцов ваш Ну вот, все понятно, он еще раз подробнее описывает, почему это важно делать И смотрите, дело не только в том, чтобы это исполнять, чтобы тебе было хорошо Это много и много раз здесь сказано, но это еще нужно полюбить Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь Знаменитая молитва Шима и Исраэль, которая произносится иудеями, это своего рода символ веры Шима и Исраэль, Адуна и Луэйну, Адуна и Эхад Вот краткий символ веры, который, конечно, у христиан становится гораздо более подробным Потому что есть представление уже и об отце и сыне Но вместе с тем это самая суть И дальше, что дальше можно сказать? Исполняй его законы Да, но это много раз уже сказано Но это как бы теперь понятно А вот в чем суть веры? Потому что исполнять законы Я, например, исполняю законы, стараюсь, по крайней мере, Российской Федерации Но это не следствие веры Это следствие, ну, моего, скажем, гражданского самосознания Ну, я не хочу, чтобы меня в тюрьму посадили Да, тоже это работает Но вера, она требует чего-то большего, чем просто подчинение некоторым нормам Итак, что следует из того, что Господь наш единственный Господь Вот другого Бога для нас нет Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти Пересказывай их своим детям Повторяй их постоянно Дома ты или в пути, ложишься или встаешь Повяжи их на руку, как знак Пусть они будут повязкой у тебя на лбу Напиши их на дерных косяках твоего дома и на городских воротах Иудеи до сих пор хранят вот такие молитвенные особые коробочки Которые на руку накладывают, на лоб И такие вот капсулы, в которые вкладываются тоже тексты молитвы на дверях своего дома Это буквально исполнение этой заповеди Но есть, конечно же, и их символическое понимание То есть вот на руке Вот писали, когда, допустим, стояли очень долго в очередях Номер на руке, чтобы самому не забыть и другим показать На лбу, тем более, у него на лбу написано Мы говорим, когда что-то абсолютно очевидно А вот дверь, то, мимо чего мы ходим Входя и выходя из дома И вот это то, что составляет основу нашего повседневного бытия Да? Вот пусть эти заповеди станут для тебя основой повседневной жизни А не просто уголовным кодексом, который, ну да, мы соблюдаем как-то Я стараюсь во всяком случае Конечно, но я не хожу мимо него прям каждый день, его приветствую И не думаю о нем каждую секунду моей жизни А о божьих заповедях надо, говорит Моисей И это должно быть следствием любви, а не страха Не навязанного какого-то вот ритуала И тогда Господь твой Бог приведет тебя в страну, которую Он обещал отдать тебе Как поклялся Он в этом твоим прародителям Аврааму, Исааку и Акову Там большие процветающие города, не тобой возведенные Дома, полные всякого добра, не тобой собранного Колодцы, не тобой высеченные Виноградники, оливковые рощи, не тобой посаженные Там ты будешь есть досыта Смотри же, не забывай Господа того, кто вывел тебя из Египта, из неволи Бойся Господа твоего Бога, служи Ему, клянись Его именем Не следуйте за другими богами Богами народов, живущих вокруг вас Ведь Господь, ваш Бог, пребывающий среди вас Бог ревнивый, Он разгневается и сметет вас с лица земли Не испытывайте Господа вашего Бога, как испытывали Его в Маасе Одно из мест, где израильтяне роптали Исполняйте повеление Господа вашего Бога Наказы и предписания, которые Он вам дал Делайте то, что правильно и хорошо в Его глазах Тогда вам будет хорошо Вы придете и овладеете прекрасной страной Которую Господь поклялся отдать Отцам вашим Господь прогонит из нее всех ваших врагов Так сказал Господь Повторы Слушайте, это уже все было только что Что им будет хорошо на земле, куда их Господь приведет Но добавлено, ты получишь там во владение То, чего ты не строил, не сажал, это все будет тебе дано таким бонусом И ты будешь есть досыта Бог ревнив И Он накажет вас за то, что вы от Него откажетесь и будете поклоняться другим Богам Это уже было, но добавлено Вы так прежде делали Уже был у вас опыт, вы знаете, чем это закончится И выбирайте, вот либо исполняйте, либо провоцируйте его гнев, его ревность Вот у вас есть выбор, Моисей снова и снова это повторяет Потому что люди, к сожалению, склонны эти вещи игнорировать И более того Когда в будущем спросит у тебя сын Что означают эти наказы, предписания и законы, которые дал вам Господь наш Бог Отвечай ему так Мы были рабами фараона в Египте И Господь сильной рукой вывел нас из Египта У нас на глазах Господь явил великие чудеса и знамения Гибельные для Египта, для фараона и всего его дома А нас он вывел из Египта Чтобы привезти нас в страну и даровать ее нам Как поклялся он в этом отцам нашим Господь велел нам выполнять все эти предписания Бояться и чтить Господа нашего Бога Чтобы нам всегда было хорошо Чтобы мы были живы Так оно и есть поныне Праведность наша в том, чтобы строго соблюдать И исполнять пред Господом нашим Богом Все эти повеления, как он и заповедовал нам Всякий человек, который что-нибудь когда-нибудь преподавал Прекрасно знает, что пока ты не объяснишь это другим Ты сам этого не понял Преподавание есть способ заучить И здесь как раз тоже это есть Тебя спросит сын, что это вообще такое Вот все эти правила, все эти заповеди И тогда ты ему расскажешь Методическое пособие, как преподавать детям основы Ветхозаветной культуры Как объяснять им, откуда все это взялось Зачем все это нужно И одновременно, если человек передает это, транслирует это следующим поколениям Значит, он это действительно принял Если он это объяснил своему ребенку Значит, он это действительно понял И основная мысль, праведность наша в том Чтобы строго соблюдать пред Господом нашим Богом Все эти повеления, как он и заповедовал нам И вот сколько же можно этих подробностей Зачем нужен закон, как нужно его любить и ценить Вот тем не менее, Моисей здесь как будто стучится во все двери подряд В дверь такого трезвого, сухого рационализма Соблюдайте законы, чтобы тебе было хорошо на земле, куда ты придешь В дверь благодарности Богу Господь вывел тебя из Египта, перестал ты быть рабом Так в благодарность исполняйте законы В такую дверь философского размышления над тем, зачем все это нужно Вот наша праведность в том, чтобы их соблюдать В надежде, что какая-то дверь откроется Что кто-то примет Что вот множество этих объяснений Множество этих призывов каким-то образом сработают И заранее знает, что да, не всегда сработает Что есть и перспектива отказа Потому что есть свободная воля Но в следующей, седьмой главе продолжится этот разговор о том Что на самом деле закон это не свод правил Как обычно выглядит закон Закон это отношение любви, которые выражаются в этих правилах Любви между Богом и людьми Об этом будет еще раз сказано в седьмой главе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!